Дети войны – это поколение нынешних бабушек и дедушек. Война отняла у них светлое и радостное детство и скалечила детские судьбы. Начало войны совпало для них с началом жизни. Их детство прервалось 22 июня 1941 года. Когда началась война, Надежде Викторовне Почтарюк было всего два года и четыре дня. Своего папу маленькая Надя не знала. Он воевал сначала на Финской войне, а потом его сразу призвали и на Великую Отечественную. Мама работала почти круглыми сутками, чтобы прокормить семью. Поэтому ее девочка почти не видела. Меня воспитала улица, соседка, тетя Нюра. Я ее знала как самого родного человека, ее муж, дядя Миша Жиров. Вот они меня воспитали. Ну и потом продолжила мое воспитание дворец пионеров имени Валерия Павловича Чикалова, где я очень-очень много получила для жизни и дали мне дорогу в жизнь. Вот именно занятия в кружках дворца пионеров. Надежда Викторовна вспоминает, что во время войны она посещала детский сад. Каждое лето они выезжали за город на дачу, собирали траву. А после ребятам варили суп, ели траву. Мы жили очень плохо, настолько голодали, что я помню, нашла синюю картошечку, пришла домой, а плитка, она у нас была под столом, потому что мама воровала электричество, там пробки какие-то, жучки вставляла, потому что денег не было даже электричество платить. И вот под столом была плитка, я помню, железная кружка, я туда клала в чищеную эту синюю зеленую картошечку, водичку. Вот так я варила себе сама ребенок суп. Приходилось маленькой Наде и отоваривать карточки. Идя домой, она сгрызала хлеб по углам, обманывая маму, что это мыши. А однажды девочка потеряла карточку. А что такое карточка? Это старшая сестра, на 4 года меня старшая, я и мама. Это значит, карточки на целый месяц мы должны быть без хлеба. Мама меня так поколотила, ну, не потому что там, ну, она понимала, что такое трое, мы остались без хлеба. А вечером, когда она снимала с меня валенки, мы ходили в валенках, было холодно, вдруг карточки оказались в этих валенках. Она меня и плакала, и понятно, ее можно было понять. Уже после войны Надежда Викторовна пошла в первый класс, закончила 8 классов и поступила в строительный техникум. Позже вышла замуж и переехала в наш город. Сегодня Надежда Викторовна Почтарюк, председатель правления общественной организации «Дети войны», ведет активный образ жизни и помогает всем, кто нуждается в поддержке.